старейший уркаган армении вор в законе ваник терпогасян этого человека поистине стоит рассматривать как историческую личность ваник варданович терпогасян является старейшим и по возрасту и по давности пребывания в воровском статусе законником во всей армении но начать как водится лучше сначала родился патриарх армянских воров в столице армении городе ереване 16 февраля 1936 года долгий список тюремных сроков первый раз молодой армянин попал в места не столь отдаленные в 1953 году еще был жив сталин и обыкновенным делом были огромные более чем десятилетние сроки за мелкоуголовные преступления причем даже для первоходов то есть впервые отбывающих тюремное наказание людей и первый срок для 17-летнего парня составил целых 12 лет дальнейшие существенно меньшие сроки были по сути добавками к основному за те или иные нарушения тюремного режима так в январе 1957 года ваник терпогасян был осужден на полгода а в декабре того же года к этому добавился еще один двухлетний срок в августе 1959 года уголовника со стажем осудили еще на три месяца 1960 году в тюремных стенах а тогда это было почти непременным условием вора ваника короновали сочтя достаточно заслуживающим этого и имеющим хорошую репутацию хорошую понятное дело не в глазах правоохранительных органов с тех пор он и сам стал регулярно принимать участие в коронационных церемониях у терпогасяна довольно много крестников первые подходы ваник совершил в том же 1960 году едва сам стал законным вором а последним его крестным сыном по имеющимся данным стал вор с прозвищем пушкин это произошло в 1999 году в астрахани в 1961 году произошло событие косвенно повлиявшая на судьбу многих преступников в армении был принят новый уголовный кодекс армянской сср согласно которому наказание становились намного мягче тех что были при сталинизме однако это не особо улучшило жизнь ванику вардановичу фактически свободы он не видал вплоть до распада советского союза и дальнейшая хронологии его отсидок выглядела следующим образом феврале 1970 года он получил срок пять лет в январе 1973 года не успев отбыть предыдущую пятилетку терпогасян получил вторые в его жизни 12 лет и оспорить или отбыть условно-досрочно этот срок шансов почти не было ведь такое решение вынес не местный суд а верховный суд армянской сср то есть судебный орган высшей инстанции феврале 1986 года едва выйдя на свободу ваник получил годичный срок а в феврале 1988 года был осужден еще на два с половиной года при такой насыщенной хронологии ходок удивительно то что после исчезновения ссср с политической карты мира терпогасян больше не был судим и в армянские или российские тюрьмы не попадал хотя было бы ошибкой считать что он при этом отошел от воровских дел правда его задерживали несколько раз в рф в девяностых и нулевых годах и на сходках и для профилактики но конкретных поводов для обвинения не находилось и пожилого вора благополучно отпускали на свободу ваник терпогасян дела в астрахани несмотря на то что вся жизнь вора ваника была связана с родной арменией где он жил занимался разными воровскими делами и отбывал тюремные сроки в преклонном возрасте сферой его интересов стал российский город астрахань в этот полис терпогасян прибыл в 1998 году весной этот населенный пункт более чем на 15 лет стал местом его постоянного проживания более того ваник оказался единственным вором в законе в этом регионе поэтому сформировавшиеся там воровское сообщество негласно признала его смотрящим по астрахани но ваник варданович не стал полностью полагаться на ненадежное доверие местных криминальных элементов а постепенно сформировал собственную организованную преступную группировку в нее вошли его земляки армяне ваника также поддержали финансово обеспеченные представители астраханской армянской диаспоры предприниматели которые увидели в поддержке уважаемого вора возможности для спокойного ведения теневого бизнеса в итоге терпогасян и члены его группировки занимались не так прямым разбоем как разными махинациями на воры и людей из его ближайшего окружения были оформлены разные приносящие прибыль объекты малого бизнеса кафе торговые киоски и тому подобное формальными владельцами которых числились подставные физические лица однако ваник занимался некой дипломатической деятельностью он пытался достичь ситуации перемирия с преступной группировкой которая оказывала существенное влияние на астраханский криминальный мир это была чеченская опг также он налаживал связи с влиятельными ворами из волгограда москвы саратова и других городов заручаясь их поддержкой кроме того старый законник с большой щепетильностью относился к воровским традициям понятием и он стремился пропагандировать их среди молодого поколения астраханских криминальных представителей так за недостойное воров поведение в частности употребление и распространение наркотиков ваник объявил самозванцами нескольких воров один из них эвят покинул астрахань другой каха был убит хотя терпогасян не был замешан в этом убийстве ваник варданович жизнь на пенсии на сегодняшний день вор ваник разменявший девятый десяток уже не занимается активно какой-либо криминальной деятельностью он почти утратил зрение и имеет серьезные проблемы со здоровьем ваник варданович вернулся на свою родину завершив астраханские дела в 2016 году и хоть он уже не поддерживает активных связей с молодыми ворами его имя до сих пор вызывает уважение у молодого криминалитета армении доход ему приносит его небольшой бизнес связанный с продажей бензина ничего не было